Всем привет, ребята! Вы на канале Crazy True, на котором уже более сотни познавательных видео для вас. Сегодня мы поговорим об энергетиках, которые так полюбились современной молодежи. Жизнь жителя современного мегаполиса напоминает бег по кругу в состоянии постоянного стресса. Где же брать силы для нее? И тут на помощь приходят энергетические напитки. Они имеют приятный вкус и могут помочь оставаться в тонусе весь день. Недавно американские ученые провели исследование. Оно длилось 5 лет, и в нем принимали участие молодые люди 20-25 лет. Половина группы на протяжении всего опыта ежедневно пили энергетические напитки с высоким содержанием кофеина. Выяснилось, что эти люди после окончания их употребления приобретали более серьезные зависимости, в том числе и наркотические. Более ранние исследования подтвердили связь между употреблением энергетиков и алкоголем. Получается, что такая энергия открывает путь в никуда. В составе таких напитков содержатся психостимуляторы, которые в любом случае вызывают привыкание. Самым опасным из них официально признан кофеин. Когда он находится в организме, то блокируют работу нейромедиаторов головного мозга, отвечающих за чувство усталости. Немного времени, и человек чувствует себя бодрым и полным сил. Дальше следует выработка адреналина над почечниками. Теперь человек стал еще и очень внимательным. В ответ на блокировку нейромедиаторов мозг увеличивает их количество, и уже одной порции напитка недостаточно, нужно больше и больше. Конечно, в чашечке сваренного кофе кофеина не меньше, чем в этом бодрящем напитке. Суть энергетика в том, что это охлажденная и сильно газированная жидкость. Его часто выпивают практически залпом, а пузырьки газа позволяют кофеину очень быстро всосаться в организм. Также в напитке содержится симбиоз различных химических веществ и глюкоза, которая стимулирует работу нервной системы. Здесь находится и специфическая аминокислота таурин. Она действует как антидепрессант, понижает уровень тревожности, а также благоприятно воздействует на функционирование сердечно-сосудистой системы. Это значит, что ее действие абсолютно противоположно эффекту от энергетического напитка. Существуют исследования, результаты которых показывают, что таурин не оказывает влияния на энергетический обмен организма здоровых людей. В США и Европе стараются бороться с продажей энергетиков или как минимум спрятать подальше от подростков, потому что опасная доза кофеина для ребенка гораздо меньше, чем для взрослого человека. На этом все, друзья. Надеюсь, вам понравилось видео и вы стали чуточку осведомленнее. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ведь этим вы очень мне поможете. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok